Римма Александровна Овечкина Добрый день, уважаемые десногорцы! В связи с тем, что возникает много вопросов по родительской плате, где есть и обращения, есть и выступления на сессии горсовета, поэтому мы решили сегодня информационный вакуум прорвать и сообщить об этой информации. С начала своего, так скажем, сообщения я хотелось бы остановиться на определенных законодательных и нормативных документах, которые регулируют деятельность детского сада, в том числе и вопрос по родительской плате. Затем я, возможно, отвечу на те вопросы, и хотелось бы, чтобы эти вопросы прозвучали сегодня в эфире, чтобы у нас был действительно диалог, и мы нашли взаимопонимание с нашими гражданами города Десморговска. Мы нашли в том, что федеральный закон, принятый в 2012 году, закон об образовании в Российской Федерации, с 1 января 2014 года предусматривает изменение механизма формирования размера родительской платы. Причем это называется статья «За присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях», которая реализует образовательную программу дошкольного образования. На основании закона в городе Десморговске предусматривается распределение общих расходов на содержание ребенка по определенным направлениям. Во-первых, финансирование из областного бюджета идет на затраты на образовательные услуги, это заработная плата педагогов, руководителей и воспитателей. К педагогам у нас относятся социальные педагоги, психологи, музыкальные руководители и так далее. Из муниципального бюджета финансируются затраты на заработную плату младшего обслуживающего персонала, это младшие воспитатели наши, и обслуживающий технический персонал, то есть те, которые у нас получают до МРОД. Из муниципального бюджета также идет затрата на содержание имущества, то есть это содержание здания, ремонты, это ремонты приобретения оборудования, а оборудование у нас в садиках довольно-таки значительное, это и стиральные машины, это и холодильные камеры, это оборудование, которое у нас стоит в пищеблоке, на все это тоже идет средство из муниципального бюджета. А вот расходы на присмотр и уход за детьми, как раз и определяется родительская плата. Состав затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми, то есть родительская плата, на что она идет? То прежде всего расходы на питание воспитанников, расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание, то есть приобретение посуды, постельного белья, чистящие и моющие средства, которые необходимо содержать именно в чистоте наших образовательных учреждений, и расходы на медикаменты. К сожалению, из наших штатов убраны медицинские работники, и мы работаем с ними в соответствии договора с нашей медицинской частью 135, а все обеспечение для данных работников ложится как раз вот на образовательное учреждение. Родительская плата зависит прежде всего от вида учреждения, от режима работы и возраста ребенка. Наши все детские сады в соответствии с уставами и лицензиями, которые они получили, являются учреждениями общеразвивающего вида с 12-часовым пребыванием ребенка. И, соответственно, родительская плата у нас дифференцирована. Определенная родительская плата для детей от 1,5 до 3 лет, и от 3 до 7 лет. Она у нас разная, идет, естественно, с увеличением, учитывая возрастные особенности данной категории детей. С 2007 года гражданам, дети которых посещают детские сады, выплачивается компенсация. Эта компенсация записана в законе по образованию, на который я уже сослалась, и она представляет собой возврат части родительской платы, внесенной за посещение детского сада. Эта компенсация идет из областного бюджета. Она у нас постоянная и имеет постоянные проценты. Если ходит один ребенок в садик, то получает родитель компенсацию 20%, за второго ребенка получает 50%, и за третьего и последующего получает он 70%. То есть, если говорить языком, не законодательством, то есть, если вы... Простым языком. Да, если ваш ребенок, один ребенок ходит в садик, то вы получаете 20% от той средней платы, которую вы оплатили за ребенка. Если у вас ходят два ребенка в садик, то за одного вы получаете 20% компенсации, а уже за второго получаете 50% компенсации. То есть, за двух детей, в принципе, получается 70%. Ну, а если у вас ходит три ребенка сразу в садик, то, соответственно, 20%, 50% и 70% за третьего ребенка, который он посещает. Это все законодательно, это все у нас официально фиксируется. Ежемесячно детские сады предоставляют нашему специалисту количество детей, потому что эта сумма также зависит и от дней посещения ребенка. И ежемесячно мы оформляем приказы на компенсацию, которые посылаем в Смоленск, и приходит возврат этих денег компенсации. Хочу обратить внимание, что родители, которые приходят в детский садик, они знакомятся со всеми документами и заключают договор, соответственно, с детским садиком, и обязательно должны написать это заявление на компенсацию. А это вот такой шаг обязательный, чтобы получать эту компенсацию, потом он идет на счет родителей, то есть тот счет, который вы укладываете. Это как бы у нас идет обязательно. Тот же, та же статья 65-я закона по образованию дает право учредителю устанавливать плату, взимаемую с родителей. Это размер и присмотр ухода за ребенком в организации, которая осуществляет образовательную деятельность. Таким образом, решение учредителя, а у нас учредителем образовательных организаций является администрация города, соответственно, решение об изменении, либо снижении, либо об увеличении размера родительской платы является правом учредителя и зависит, прежде всего, конечно, от возможности бюджета муниципального образования. Размер родительской платы устанавливается постановлением главы администрации, а ее повышение разрешено производить не менее одного раза в год. И, конечно, любое повышение, это связано прежде всего с ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности дошкольных учреждений в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития. Ну и, конечно, прежде всего, с удорожением продуктов питания. Я думаю, что это все мы с вами понимаем. Размер родительской платы, который на сегодня у нас составляет и в общем, так скажем, стоимости содержания ребенка в детском саду, в нашем городе всего 14%. То есть это самый минимальный процент, который есть у нас по области. В соответствии с законом также за присмотр и уход за определенными категориями детей плата не взимается. И в соответствии с решением Госсовета, это и в 2015 году, и в 2016 году уже принято решение, что стопроцентная будет оплата тем родителям, дети, которые относятся к категории дети-инвалиды, дети-сироты и находящиеся на попечении родителей. Законом также предусматривается и то, что учредитель может снизить размер родительской платы для отдельной категории родителей. В 2016 году предусмотрено за счет средств местного бюджета адресные компенсационные выплаты. Эти адресные компенсационные выплаты будут выплачиваться родителям, которые относятся к так называемым социально незащищенным или малообеспеченным. То есть если родитель находится в этой категории, он должен будет обратиться в социальную защиту нашего города Десногорска и предоставить справку о данном статусе с тем, чтобы ему выплатилась компенсация в размере 38 рублей из местного бюджета. Ввиду того, что прогнозные показатели местного бюджета 2016 года свидетельствуют, к сожалению, ухудшение или на том же уровне, что мы в 2015 году, по сравнению с 2015 годом, то компенсационные выплаты другим детям не предусматриваются. А какова ситуация сейчас в детских садах нашего города? Да, наверное, больше возникает вопросов, потому что по сравнению с тем, что у нас сейчас была ситуация, мы предполагаем, что ситуация будет несколько иная, и родительская плата будет, вот как я уже сказала, не предусмотрена всем компенсацией, именно всем родителям, кроме той категории, о которой я уже сказала. Ну, во-первых, наверное, начнем с того, что постановлением администрации муниципального образования города Десногорска у нас установлена плата родителей была на 2015 год. Значит, для детей от полутора до трех лет эта цифра составляла, ну, я не буду копейки говорить, 95 рублей, а для родителей, чьи дети в возрасте от трех до семи лет, это 111 рублей. Но в связи с тем, что мы инициировали вопрос об выдаче компенсации за питание, как мы ее называли родителям, то по решению городского совета было принято, так скажем, такой документ, как установлены компенсационные выплаты из местного бюджета в 2015 году в размере 37 рублей 61 копейка. И таким образом получалось, что постановлением у нас установлена одна цифра родительской платы, а на самом деле, с учетом компенсационных выплат из местного бюджета, наши родители платили за одну категорию детей от полутора до трех лет, это 58 рублей, а другой категории детей от трех до семи лет, те, которые постарше, да, это 74 рубля день на одного ребенка. И если мы считаем среднее посещение в месяц 21-22 дня, в зависимости от того, сколько ребенок ходит, то получается сумма за месяц родители платили 1276 рублей и 1628 рублей соответственно. Естественно, что это именно за 22 дня непосредственно то и посещение, если родитель, конечно, ребенок болел, или родители... Естественно, сумма была меньше, то есть фактически за те дни, которые ребенок у нас посещал. Находился в саду. Да. Ну и с учетом того, что я уже сказала, у нас есть определенные областные компенсации 20, 50 и 70 процентов, у нас, например, были ситуации, когда родитель платил за одного ребенка, за первого ребенка в детский сад 1020 рублей, не 1300, соответственно, я буду так как бы регулировать до полутора, до трех и после трех, а если он имел второго ребенка, то эта сумма составляла 638 рублей и 814 рублей. Поэтому, конечно, возврат был довольно серьезный, и я считаю, что та сумма, которая проплачивалась родителями, конечно, она не очень значительна. В связи с тем, что мы подготовили расчет на 2016 год, и с учетом того, что у нас есть определенные проценты, в зависимости от того, на какие, так скажем, мероприятия мы можем направить, определенное количество денег из родительской платы, у нас, напомню, что это затраты организации на питание, затраты на хозяйственное бытовое обслуживание, затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены и затраты на соблюдение ребенком режима дня. Таким образом, учитывая все эти, так скажем, затраты, мы выходим на родительскую плату для детей от полутора до трех лет 97 рублей, и от трех до семи – это 112 рублей. Это та родительская плата, которую предполагается будут платить родители, не относящиеся к вышеназванной категории, о которой я уже говорила, решением которых даны компенсационные выплаты в размере 37 рублей. Но цифры не очень сильно отличаются, Рима Александровна. Ну, цифры не отличаются, но дело в том, что мы посчитали, как бы, да, вот, конечно, есть повышение, и это мы не скрываем, повышение где-то в размере от 400 до 600 рублей в месяц. Конечно, кому-то эта сумма действительно и очень важна. Например, даже те же наши младшие персоналы, которые работают в детских садах и получают МРОД 600-200, и плюс еще спасибо, конечно, решению Госсовета, доплату вот этого тысячу, как социальная помощь, социальные компенсации. Конечно, это, наверное, существенно. Но я еще раз говорю, что все это учитывается, исходя из возможностей местного бюджета и в связи с удорожанием продуктов. Первая наша главная задача – это, конечно, непосредственно питание ребенка. Питание – это, прежде всего, и здоровье ребенка. Были ли обращения в комитет, Рима Александровна? Если да, то какие? Да, обращения были. Обращения были и на сайт главы администрации, и звонки непосредственно мне в комитет по образованию, но и были письма, обращения родителей. Это в адрес Госсовета. Но, к сожалению, я принимаю на себя, так скажем, не то чтобы удар, но я хочу извиниться. Ответственность. Да, возможно, за то, что вот это вот отсутствие информации, она как бы вот и повлекла за собой вот это вот недопонимание, вопросы. Иногда они очень корректные, связанные, так скажем, и с работниками вообще всей администрации. Поэтому, конечно, читать обращения родителей иногда и бывает обидно. Но, тем не менее, я хочу сказать, что информация была. Во-первых, мы говорили на совещании руководителей, и я просила начать вести разговоры о том, что предполагается, возможно, повышение родительской платы. Я еще раз говорю, что принимаем всю ответственность. Возможно, где-то руководители не обозначили данную проблему именно всем воспитателям и, соответственно, родителям. Где-то была недоработка. Но считаю, что мы сейчас этот вопрос уже как бы отрегулировали. Вы могли, уважаемые десногорцы, слышать информацию и интервью заместителя главы Сергея Валентиновича Тойщева по социальному вопросу на ДЛС. Нами подготовлена информация. Я думаю, что она будет размещена в средствах газеты Десна, в авоське. Ну, вот и сегодняшнее мое выступление, конечно, это прежде всего снять напряжение, снять вопросы, которые возникают вот по этой теме. Ну, можно обратиться к следующим вопросам. Я отдельно из них взяла, чтобы не быть как бы голословной. Вот, например... Это то есть выдержки из тех обращений, которые вам поступали. Да, пожалуйста. Ну, вот, например, на сайт главы администрации пришло письмо, где нас обвиняют в том, что мы пытаемся найти выход в пополнение бюджета за счет повышения родительской платы. Это никоим образом не так. Все те деньги, которые родители платят за родительскую плату, они идут конкретно в тот детский садик, который посещает их ребенок. Это никоим образом не пополняет наш... Это пополняет, ну, бюджет, так скажем, отдельной статьи детского сада. Причем не в какой-то отдельный, а в конкретный детский сад, куда ходят данные родители. Затем иногда и бытует мнение, что за счет этих денег мы хотим повысить заработную плату работникам детских садов. Никоим образом. У нас, я еще раз говорю, заработная плата педагогам, воспитателям, руководителям, она фиксирована, определяется фондом заработной платы, который утверждается у нас в области, и эта цифра никоим образом не, так скажем, не меняется. А то, что получают заработную плату наши младшие воспитатели, я уже сказала, это фиксированные тоже цифры, и идет она непосредственно из местного бюджета, а не как за счет средств родителей. Затем, посчитав, так скажем, свои расчеты, родители некоторые пугаются цифрой, что придется платить в месяц около трех рублей в месяц. Я уже сказала, что эта цифра 3000 рублей, это абсолютно неоправданная, и я могу озвучить, что на одного ребенка у нас родительская плата будет составлять 1707 рублей, это до трех лет, и 1971 рубль, это детей до, на второго ребенка, вернее, на детей от трех до семи лет. Поэтому речь о том, что это вот... Что это будет 3000, это преувеличено. Еще ряд обращений. Ну, я понимаю, что это какая-то инициативная группа, и как бы вот написано обращение, которое подписано несколькими, так скажем, родителями, где пишут, что сколько составляет родительская плата, и что данная информация не доводилась, да, и нигде эти материалы не опубликовывались. Ну, я сейчас на данный момент, как чиновник, могу сказать, что я работаю с теми документами, которые у меня есть. И поэтому никакие еще документы и решения ни главы администрации, ни горсовета, они не приняты. И поэтому говорить непосредственно и давать информацию о том или иной цифре, о том ином действии, оно пока, ну, так скажем, преждевременно. Вот сегодня мы как бы обсуждаем данный вопрос, он находится на обсуждении горсовета, и вот сегодня и вчера было слушание публичное, да, вот мы со всех сторон рассматриваем, ищем, можем ли мы где-то еще найти пути какие-то, но, к сожалению, пока на данный момент дефицит бюджета, он не позволяет решать данный вопрос. Ну, то, что вот, опять-таки, пополнение бюджета, это за счет питания детей, еще раз говорю, никоим образом, что мы не согласовали этот вопрос с родителями, но я еще раз подчеркну, что, ссылаясь на законодательство, что это право учредителей. Администрация. Да, право учредителей, поэтому здесь как бы согласование, да, через обращение депутатов, которые они выбирали, которым они доверяют, конечно, это все можно, и вот депутаты это услышали, и передо мной поставили вопрос, чтобы я рассчитала, какая же денежная сумма нужна, если мы оставляем эту компенсацию, вот, и даже в разрезе 38 рублей, или даже, может быть, мы просто немножко уменьшим компенсацию, но ее оставим. Расчеты все эти есть. Если мы оставляем 38 рублей в день, то это где-то мы выходим на чуть более 9 миллионов, которые нам нужны. Если мы оставляем 20 рублей компенсации, то это мы выходим на 4 миллиона. Это все равно сумма довольно-таки серьезная, значительная, и поэтому здесь, конечно, вопрос еще очень открыт. Поэтому некоторые нас ссылаются на то, что мы вот киваем в сторону других, так скажем, муниципальных образований. Конечно, это может быть не совсем и корректно, что мы ссылаемся, но, тем не менее, наша предложенная родительская плата, она не больше, чем в других, так скажем, наших регионах, Дорогобуш, Ростов, те же Киславичи, где я не думаю, что родители получают заработную плату больше, чем наши родители. Но все-таки хочется для сравнения сказать, что в Смоленске, например, у нас 108 рублей детей от года до 3, и 128 рублей на одного ребенка. Но это значительно больше, чем те цифры, которые вы сейчас назвали на 16-й год, Римма Александровна. Поэтому хочется еще раз обратить внимание, что размер родительской платы устанавливается постановлением главы, решением горсовета принимаются те или иные надбавки. Вот мы пока сейчас на пути этих вопросов решения. Но когда будет уже все решено окончательно, может быть, в детских садах провести родительские собрания и все подробно рассказать? Обязательно. Но вот, к сожалению, наше, насколько я понимаю, время заканчивается, звонков, к сожалению, не было. Поэтому я очень буду признательна, если непосредственно родители будут приходить к нам, обращаться непосредственно в комитет по образованию. Потому что вот в пятницу, когда работала бюджетно-плановая комиссия, туда приходили отдельные родители. После комиссии мы пришли к нам в комитет по образованию и, в принципе, разобрали этот вопрос абсолютно минут за пять. А одна родительница из Иврышки даже сказала, я не против того, чтобы вы поднимали. Единственное, что хотелось бы видеть качественное питание. Конечно, конечно, мы за качественное питание. Конечно, мы за сохранение здоровья наших детей, чтобы там было их лучше. И, пожалуйста, у меня просьба, обращайтесь в комитет по образованию. Ни один вопрос мы не оставим без внимания. Мы готовы не просто к сотрудничеству, а готовы к диалогу. Спасибо вам большое, Римма Александровна. Надеемся вас видеть в студии чаще, но в следующем году. Спасибо вам большое. Уважаемые деснокурцы, наше время в эфире закончилось. Спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...